В школе-интернате номер один для глухонемых детей необычайное оживление. 60 ребятишек с врожденными пороками слуха, ученики начальных классов интерната, вписали в бланки самые сокровенные желания. Подарки на малышей сыпятся, как из рога изобилия. Воспитатели и учителя искренне рады за своих подопечных. Ну, желания у каждого, конечно, там куколка, игрушки в основном были, у кого-то учебник, у кого-то, у мальчиков, естественно, мячи, там пультовые машинки были в основном, боксерские перчатки были, у девочек куклы в основном. Хочется детства же, все-таки это дети. Сотрудники фонда считают, что сегодня общество уже поворачивается лицом к подрастающему поколению. Если на первых этапах проекта было сложно найти неравнодушных к детским мечтам людей, то сегодня спонсоры с удовольствием участвуют в акции. С каждым днем, месяцем, да, у нас становится все больше друзей нашего фонда. И вот месяц назад мы посетили этот замечательный дом, где собрали заявки, желания этих деток. И из числа вот таких оказавших помощь появились и такие ТО-конкурс, ТО-каз-прибор и Эйван-компания. Мы хотели бы им выразить огромную благодарность. И вообще, вот замечательно, что в нашем городе, да, очень много людей, которые неравнодушны к судьбам этих детей. Мы работаем под девизом «Вместе делаем добрые дела». Представители фонда малыши из интерната просто так не отпустили. Дети организовали потрясающий концерт с танцами и стихами. Аплодисменты как гостей, так и участников не утихали. А проект «Мое маленькое детское желание» продолжается. Фонд приглашает меценатов побыть настоящими волшебниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова